Друзья, всем привет! Прежде чем вы посмотрите это видео, хочу попросить вас, чтобы вы писали как можно больше комментариев. Но в комментариях прошу меня не спрашивать, понесли ли сотрудники наказание, уволены ли они и т.д. и т.п. Потому что пока еще непонятно. События произошли совсем недавно. Сейчас пока только составляются иски и ведется работа в этом направлении. Что будет дальше, я буду вас держать в курсе в следующих видео. Также хочу пояснить, что было до того, как включилась камера. Меня остановил сотрудник полиции в городе Харькове, это район Барабашова, насколько я не ошибаюсь, базар. Подошел ко мне, увидел, кто за рулем и, как это обычно бывает, попытался ретироваться. Я вышел с автомобиля, включил камеру, в принципе, все дальше вы сможете видеть и смотреть. Со мной сейчас все в порядке, чувствую себя нормально. И в скором, в ближайшем будущем буду радовать вас новыми видео и новыми сюжетами. Пишите комментарии, до встречи! Мишура! Мишура! Куда вы едете, эй? Что, больной что ли? Опусти окно! Ну ты же видишь, что я к тебе иду. Ну ты же видишь, что я к тебе шел. Куда ты едешь? У вас неотложное задание, вы извините, нам пора ехать. Не, я хочу понять, что это было просто. Ну вы подошли ко мне, какое-то нарушение, какое вдруг неотложное задание. В чем проблема? Давайте посмотрим видео, кто что нарушил. Вот у меня что только что не сбили. Вы же видели, что я к вам шел. Ну видели же, правильно? Вы проходили мимо автомобиля. Я на камеру снимал, ребята. Не, вы же видели, что я шел и на меня начали наезжать. В связи с чем? Я же вам показываю, я к вам иду. Я на вас не наезжал. Ты наехал, слышишь? Ты даже поворотник не включил, уважаемый. Как пересекал, ты выезжал сюда. Ты не включил поворотник. Я сдавал назад. При начале движения от бордюра, что надо сделать? Включить поворотник. Ну почему не сделали? Вы без проблесковых маячков. Вам это не дает права отступать от ПДД. Есть два свидетеля. Давайте вас оформим. Вот люди, вы видели? Да. И я видел. У меня все зафиксировано. Давайте вас оформим, потом неотложный вызов. Потому что оно как-то не совсем солидно. То вы мне какое-то нарушение вменяете, а сами меня чуть не сбили. Вы же видели? Я же вам говорю, я вас ни в чем не обвинял. Ну как это ни в чем? Вы же подошли и начали рассказывать, что мой автомобиль нарушил. А по факту нарушили вы, чуть не сбили меня. Да. Незаконное дело. Зачем? Давайте составим административные материалы. Вот люди дадут пояснение и все. Ребята, ну вот видите, что происходит. Так полиция не ездит. Тем более я к вам шел, вы видели. И начали утекать и ударили меня автомобилем. Зачем? Я не бил вас в том, что я... Ну если вы ударили его, он шел вот так. И вы начали уезжать. Если бы он вам не постучал, вы бы и не остановились. Я остановился из-за того, что я понимал, что я вам совершил контакт. Ну так вы и вас тронули. Вы только что совершили правонарушение, нарушили право дорожного движения. За что будете нести ответственность? Вам ясна суть у моей остановки у вас? Суть ясна? Да. Ясна? Отлично. Зовут вас... Будьте любезны. Вот есть сотрудник полиции. Я хотел бы, чтобы вы приведете уже водительское удостоверение. И на вас будет составлено постановление. Во-первых, вы нарушили право дорожного движения. Вы отъезжали от бордюра. Не указали при этом поворот. Во-вторых, вы задели меня автомобилем. Причем я шел к вам и показывал ему, что секундочку, подождите. Вот есть свидетель, который готов дать пояснение. Вы будете это оформлять? Давайте, ребята, давайте не задерживать друг друга. Давайте составим постановление и все разъедемся. Я право на машине. Вам не надо, есть свидетели. Вам не обязательно для этого что-либо видеть. Вот свидетели есть. Вот один, вот второй свидетель. На основании свидетельских... Я не могу составить постановление. Как вас зовут? Сейчас приедет... Разрешите я. Перепаркуйте, мы сейчас с вами паркуем. Да вы не надо. ДТП произошло, вы машины не двигаете. Нет, ДТП не произошло. Вот есть свидетели, которые дают пояснение. Сейчас приедет сюда ваше руководство, а вы тем временем составляете постановление за то, что человек начал движение без указания поворота. Вот и все. Это ваш долг. Потому что если есть свидетели, вы обязаны на основании свидетельских показаний составить постановление. То, что вы не видели, это ни о чем не говорит. Абсолютно. Для того, чтобы оформить нарушение, для этого не обязательно, чтобы вы что-то видели. Есть видеозаписи, есть показания, показы свитки. В данном случае это показы свитки. Вы будете работать? Сейчас, да, конечно, будем. Будьте любезны, пожалуйста, чтобы мы не ожидали, начнем составить административный материал. Составляйте. Так что хорошо? У вас есть даже видеорегистрация. Вот давайте мы сейчас посмотрим, как вы сбили его. Давайте. Нет, сейчас я не была. А что, она не работает? Не работал регистратор у вас? А вы говорили, что писалось у вас нарушение мое автомобиля. Мишура. Да. Писалось? Нет. Потому я вам перестал вменять правонарушение. У вас была видеозапись нарушения моего якобы автомобиля? Нет. Но вы же мне сказали, там, вы же сказали, что и было. Это была моя ошибка. Вы мне соврали? Нет, я просто не знал, что он в этот момент был отключен. А как же вы говорили, что вы зафиксировали? Ну вы же понимаете, что... Вы можете вообще без видеонаблюдения. Ребят, без видеорегистратора. У вас это должно в закон идти. Что вы едете, передвигаясь на своем приусе, у вас должно быть включено видеоэффектусация. Давайте не будем спорить, просто начнем с оставления материалов. Потому что холодно, на улице минус 8. Люди специально ждут, вас ожидают, стоят. Давайте начнем рассматривать дело, и вы покажете удостоверение свое, составим постановление, и все. Если бы вы были с мигалкой, вопросов бы не было. Но вы совершили, нарушили правила дорожного движения. Вас надо наказать за это. Согласитесь. Я вам ничего, поэтому... Вы же не хотите уйти от ответственности? Я нет. Будьте любезны, что вы свидетели не мерзли. Мы пояснение напишем, и все. Я же не могу сам на себя писать. Будьте любезны, посодействуйте. Будьте любезны, вы можете посодействовать? Вы же сотрудник полиции. Давайте пояснение будете, кстати. Конечно. Ради бога, пишите. Пояснение, если можно, постановление сразу. Пишите, сейчас я вас в ваших мастерях почитаю, посмотрю. Присядьте в машину ко мне, там просто теплее. Залазьте. Ручка есть у вас? Нет, к сожалению. А как вы пишете, составляете админный материал? Кончилась ручка. А ну, у ваших коллег. Ну, попросите у них. Да. Ну, идем. Нет, вы держите, мы им дадим. Ты держи, сейчас тоже им дашь. Вот, и все. Идемте. Будет. Вы будете принимать пояснение? А вам? Вы будете принимать? Да. Вы написали, все? Да. Только это не те бланки вообще, которые надо давать. Какие? Ну, это вообще нам надо были бланки для пояснения, а не бланки для допроса. Это допроса или что? Да, но это не те. А где вы нашли что-то для допроса? Где вы нашли? Ну, да. Дай второй тоже. Возьми, пожалуйста. Ну, это не те бланки. Это бланки. Это бланки. Это бланки. Это не для административного пояснения. А вы попробуете. А какая? Возьмите, возьмите, пожалуйста. Все, есть на базу. А как есть я, подождите, а составит на него административное? Кого? Составим обязательно. Не, 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 секунду. Что значит составим обязательно? Вот есть свидетели, куда он будет уезжать? Что значит составим обязательно? Кто куда едет? Инспектора? Да. Произошел наезд. Вы почему? Появление напишите по данному факту. Так мы написали. Не надо руками не трогать. Не препятствуйте служебному транспору. Возьмите со стороны, возьмите. Я не буду. Не препятствуй. Человек меня даже сбил. Сбил, как-то не препятствует. Я не препятствую. Руки от меня уберите, я говорю. Я говорю, руки уберите от меня. Это что такое? Я не понял. Человек совершил наезд на меня только что. Вот свидетели стоят. Что вы делаете? 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 Я говорю, человек только что на меня совершил наезд. Что проблема? Куда вы его отпускаете? Может он пьяный? Нет. А вы можете предъявить свои документы? Предъявлю. Приходите от служебного автомобиля. Не препятствуйте, я вам говорю. Потому что вы препятствуете судебному транспорту. Кто вас бил? Вот водитель, вот свидетели стоят. Чего вы лезете на дорогу? Да руки уберите, я задержан. Я задержан. Я задержан. Чего вы лезете на дорогу? Отойдите с проезжей части. С проезжей части отойдите. Руки почему применяются с веселками? Отойдите с проезжей руки. Почему применяются с веселками? Я их вам не трогаю вообще руками. Почему человек пытается скрыться? Давай, давай. Я говорю почему человек пытается скрыться? Отойдите с дороги. Здесь машины есть. Мужчина, аккуратненько. Аккуратненько отойдите с проезжей. Потому что вы. Вы меняемый человек. Отойдите с проезжей. Вы меняемый человек. Я меняемый человек. Чего вы лезете под автомобиль под служебный автомобиль? Чего вы лезете под служебный автомобиль? Я говорю руки уберите. Отойдите с стороной. Руки уберите. Кажется показал свое удостоверение. Как вас зовут? Вызывайте 110. Представьтесь. Вы применяете физическую силу. Отойдите от служебного автомобиля. Как вас зовут? Представьтесь. По 102 вызывайте. Отойдите от машины. Что ты делаешь? Больной? Что это было? А все это у вас происходит? Можно такое узнать? А можете остановить свою автомобиль? Не надо толкать. Не надо толкать. Вас можно толкать? Конечно. Что вы такие? Вы можете сказать? Блин, ты что, дурак что ли? Вы петухи. Что это происходит? Вы видели? А потом мы будем... Куда нет? Номер сними. Да сняли снял. И поехал дальше. Офигеть. Ну что, хочу сказать отдельное спасибо, во-первых, скорой помощи, которая приехала и этой чудесной смене, которая здесь работает. Отдельно вот Сергею Николаевичу, который даже не достал свой номер телефона. Если у него будет осложнение, что я звонил прямо ему. Значит, вот выпуск о том, что... 10 дней покоя. Сильный ушиб. Вообще, очень хорошо, что обошлось все без переломов, сказал Сергей Николаевич, потому что очень сильная напухлая нога. Но я надеюсь, что все будет хорошо. Но 10 дней мне можно смело теперь ничем не заниматься, а спокойно лежать и отлеживаться. Но я думаю, что полиция не дождется этого момента и за эти 10 дней я подготовлю очень много интересных исков на всех сотрудников, которые приезжали. Субтитры создавал DimaTorzok